Предвыборная кампания на пост губернатора Белгородской области стартовала. Первые кандидаты подали документы в избирком. Первым был Владимир Абельмазов, депутат Белгородской областной думы, выдвиженец Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Мы хотим показать, что партия пенсионеров – это партия будущего. Я думаю, что на сегодняшний день люди старшего поколения достойны большего. Будем бороться, чтобы благосостояние людей было более достойное. Следующим необходимый пакет документов в региональный избирком сдал координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Государственной думы Российской Федерации Евгений Дремов. Компанию мы будем вести честно, в первую очередь. От конкурентов мы ждем тоже честности. Всем участникам пожелать победы не могу. Желаю только всем добра, здоровья и удачи во всех начинаниях. Юрий Осетров, председатель Белгородского регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» стал третьим. Вести команду будем открыто, честно. То есть надеемся, в первую очередь, на честные выборы. То есть мы готовим команду наблюдателей. К своей кампании выборной буду использовать нашу партийную кампанию, в которой очень простые, нужные для людей вопросы мы решаем. Кирилл Скачко, депутат Белгородского городского совета. Представитель КПРФ был последним. Планировал встречи в трудовых коллективах области. Планировал встречи в учебных заведениях Белгородской области. Встречи на полях, так скажем, во дворах, с горожанами работа, на праздничных мероприятиях. Планов было очень много. Но, к сожалению, опасаюсь, что планы могут быть нарушены, скорректированы в связи с текущей тревожной обстановкой. До каждого жителя будет донесена наша программа. Соцсети в обязательном порядке. Планы довольно обширные. Работа уже кипит. С кандидатом на выборы губернатора определилась и «Единая Россия». На конференции регионального отделения партии 142 и 148 делегатов отдали свои голоса за Вячеслава Гладкова, действующего руководителя Белгородской области. В ближайшее время его кандидатуру должен утвердить президиум Генсовета партии. Кандидаты, которые подали документы, получат разрешение на открытие избирательного счета в Сбербанке и могут начать сбор подписей в листах поддержки. На эту работу кандидатам отводится 20 дней до 9 июля. После этого избирательная комиссия приступит к проверке листов поддержки. Они должны соответствовать жестким требованиям, предусмотренным законодательством. Речь идет о прохождении кандидатами так называемого муниципального фильтра. У нас 111 депутатов всего должны собрать, в том числе внутри этих 111 сидит 34 депутата городских советов и муниципальных советов. Вот здесь обязательно. И еще мы будем следить за тем, чтобы листы поддержки были собраны не менее, чем в 3 четвертых наших муниципальных образований. То есть в 17 муниципальных образований минимум должны быть собраны листы поддержки. Напомним, по закону Белгородской области стать кандидатом на должность губернатора региона может только человек, выдвинутый одной из зарегистрированных политических партий. Выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом голосовать можно будет 17, 18 и 19 сентября.